Сегодня открытый мир это точно не редкое явление. Почти в каждой игре игроку развязывают руки для свободного исследования игрового пространства. У некоторых геймдевелоперов это получается, и на выходе геймеров ждет какая-нибудь GTA 5 или Ведьмак 3. А у некоторых все валится из рук и получается откровенная лажа. О таких фейлах мы сегодня и будем говорить. Всем привет, меня зовут Никитун и это десятка худших открытых миров в играх. Уэллман Тогда как Вин Дизель поучаствовал в создании нескольких неплохих игр по фильмам, The Уэллман к ним не относится. Основная проблема заключается в том, что игра сама не знает, чем она хочет быть. Она смешивает вместе кусочки Need for Speed, Stuntman и естественно GTA до кучи. Но без понимания того, что именно принесло всем этим играм успех, если не считать стили иллюстрации и погони на машинах, этот недостаток оригинальности прокрался и в геймплей. Большинство миссий запирают нас в машине. Так что вместо того, чтобы управлять угловатым вином дизелем, мы ездим по огороженным кускам открытого мира. И лишь некоторые миссии позволяют выйти, размять ноги и отстрелить кому-нибудь голову. К сожалению, оба этих режима геймплея захватывающими не назовешь. Как и фильм, которым он вдохновился, Уэлман не смог выйти из тени других более крутых релизов. Но это все равно, вероятно, лучшая игра, которая смахивает на форсаж, но официально им не является. Жаль, что она больше позаимствовала у второй части, чем у пятой. The Amazing Spider-Man 2 The Amazing Spider-Man 2 это обладатель одного из худших открытых миров в истории. Тусклый серый город игры не сильно отличается по оживленности от картонной модели себя самого. И даже сама игра это понимает, часто отбрасывая этот сеттинг в пользу сделанных с умом уровней. Что каким-то образом делает игру только хуже. По крайней мере, в городе можно качаться на паутине и проделывать всякие трюки. Но постоянно повторяющиеся цели миссии и уровни ограниченного размера отбирают у нас даже эту последнюю утеху. Более того, сиквел каким-то образом выглядит даже хуже, чем оригинальная игра. Хотя и вышел на новом поколении консолей. Так что в целом это худшая игровая интерпретация Spider-Man, которую только можно найти. Reason 3 Titan Lords Enhanced Edition Серия Reason с самого начала дарила нам фиговые игры одну за другой. Так что третья часть стала вишенкой на торте из дерьма, которым является эта печально известная франшиза с околопиратской тематикой. И тогда как многие игры с открытым миром в этом списке кажутся пустоватыми, в Reason 3 совершенно отсутствуют намеки на воображение или свежие идеи в любых элементах игры. Боевка в игре еще более кривая, чем корабли, на которых вам приходится плавать. Так что игрока скорее наказывают геймплеем, чем развлекают. В то время как разобщенная история и повторяющиеся враги делают идею тщательного исследования грандиозного мира игры непривлекательной. Эта игра не только является настоящей катастрофой с технической точки зрения. Несмотря на так называемое улучшенное издание, элементы РПГ в ней настолько запутаны, насколько это возможно. Почти каждый встречный персонаж может вам что-то продать или научить вас способностям. Но в этой части нигде не сказано, какие именно предметы и улучшения вы можете использовать, или что нужно сделать для их получения. Это если вы вообще вспомните, кто какие предметы продает. А это нелегкая задачка. Saints Row 4 Get Out Of Hell Хотя серия и начала расти в тени GTA, со временем Saints Row доказала, что она не просто очередной подражатель, сосредоточившись на создании чудаковатого открытого мира. Тогда как GTA уходила в сторону взрослых и серьезных сюжетных взаимодействий. Некоторое время это держало ее на плаву. Но к моменту выхода Saints Row 4 Get Out Of Hell стало ясно, что чрезмерная шутливость игры просто прикрывает отсутствие оригинальных идей для геймплея. Несмотря на то, что игра буквально отправляет вас в ад, происходящее кажется невероятно заезженным. Ведь вместо того, чтобы украть что-нибудь у GTA, четвертая часть остановилась на идеях из Crackdown. Более того, даже юмор, на котором держались прошлые части, в четвертой начал надоедать. Так что несмотря на некоторые интересные нововведения, в целом игра получилась неприятной. Saints Row могла пойти по любому пути после релиза третьей части. Но, к сожалению, разработчики выбрали самую бездушную дорожку. Gangs Of London Чтобы показать, на что способна PSP, Sony выпустила в шестом году игру с открытым миром и криминальной тематикой. Она называлась Gangs Of London. Но она не стала той козырной картой, которую надеялся получить издатель. Есть что-то интересное в том, чтобы выбрать банду и бороться за господство над улицами Лондона. Прямо как в карте деньги два ствола. Но геймплей игры сильно подкачал. Да, можно стрелять по людям. Да, можно сбивать их на машине. Да, их можно калашматить битами. И да, можно играть виртуальный дарт с виртуальным баре, медленно впадая в депрессию. Потому что в реальности вам в настоящий дартс поиграть не с кем. Естественно, все проблемы игры стали только хуже благодаря ограничениям самой консоли. На этой чертовой штуке был только один стик. Но ожидалось, что игроки каким-то образом смогут без проблем исследовать трехмерный открытый мир. И да, разработчики, по всей видимости, сделали все, что могли. Но слабое железо сделало дрянной геймплей лишь унылий. Sniper Ghost Warrior 3 Несмотря на то, что у CI Games было три попытки на создание хорошей игры по франшизе Sniper Ghost Warrior, ничего достойного у них так и не получилось. Игра 17-го года была самой отважной их попыткой. И тогда как геймплеи вылезли настолько, насколько смогли, использование открытого мира добавило в игру тонны новых проблем. Вместо того, чтобы предложить фанатам шутеров в песочницах что-то новое, игра довольствуется тем, что пытается реализовать механики, которые другие игры довели до совершенства многие годы назад. Главным аргументом для покупки игры была возможность взять на себя роль снайпера и учитывать при стрельбе ветер, падение пули, движение цели и так далее. Что больно сильно копировало превосходящую ее серию Sniper Elite, вплоть до замедления времени. Так что этому бессмысленному сиквелу было просто нечем выделиться из толпы. Two Worlds Вышедшую в 2007-м RPG с открытым миром Two Worlds, естественно, сравнивали с Tess Oblivion. И она показала нам, насколько плохо серия от Bethesda могла кончить, а кажись она не в тех руках. В игре были все элементы, которые стоит ожидать от произведения этого жанра. Здоровенные миры для исследования, масса тонко настраиваемых персонажей и большой набор чудовищ, от которых нужно было защищаться. Но почти все эти элементы обладали какой-нибудь серьезной проблемой. Карта была довольно амбициозной, но ее исследование превращалось в рутинную и неприятную работу. А все благодаря багам, которые затрудняли даже обычное передвижение. Бой был не намного лучше. Стремное управление превращало каждую встречу с врагами в импровизированный любительский рестлинг, а не в легендарную фэнтезийную битву. Сюжет игры со временем рассыпался на куски, ибо озвучка была выполнена силами самой студии, а не профессиональными актерами. Так что какое бы впечатление не должны были производить реплики, они его не производили. Superman Returns Создать игру про Супермена не так уж и легко, но попытка EA 2006 года перенести любителя плащей в мир видеоигр стала хрестоматийным примером, как игру можно совершенно и полностью запороть. В игре практически нет сюжета, так что вам нужно летать по одним и тем же улицам и уничтожать одних и тех же роботов, просто чтобы у Метрополиса не кончалась полоска здоровья. Это совершенно бессмысленная задача. И несмотря на то, что в игре есть система уровней и улучшений, вы сможете увидеть все, что игра способна вам показать за первые 20 минут. Несмотря на общее качество игры, в ней есть неплохие элементы, затерявшиеся в этом бреде. Богатый набор способностей Superman, включая впечатляюще реализованную способность двигаться быстрее пули, растрачивается на скучных врагов и повторяющиеся игровые ситуации. Так что игра каким-то образом умудряется расстроить игроков еще сильнее. В общем, игра потерпела полный крах. А то, что ее согласились выпустить крупные издатели, которые в наши дни сторонятся о попытках срубить денег на играх по фильмам, делает ситуацию еще забавнее. Fuel. В 2009 году открытый мир Fuel был самым крупным, что когда-либо видела игровая индустрия. И тогда как масштаб его определенно привлекал, игра состояла из аркадных и довольно бессмысленных гонок, так что шансов стать хитом у Fuel было немного. Предсказуемый искусственный интеллект, работающий по методу резиновой нити, быстро отрывался от игрока в начале, а потом притормаживал, позволяя транспортному средству игрока медленно обогнать соперников для создания впечатления так называемого легендарного финиша. И тогда как отдельные гонки это могло сделать очень волнительными, если это случалось каждый раз, когда вы загружали игру, это начинало просто утомлять. Аналогичным образом непримечательный открытый мир заставлял все гонки смешаться в одно мутное воспоминание об обеде в последний момент и странном управлении. Коричневый фильтр на всей игре должен был вызывать ощущение нахождения в невероятной постапокалиптической пустоши, но вместо этого нам доставались обычные локации с легким налетом детской неожиданности. Драйвер 3 Хотя серия Драйвер создала трехмерно открытый мир раньше, чем ГТА, к моменту выхода третьей части ГТА затмила ее успех такими играми, как ГТА 3 и Вайс Сити. Драйвер 3 или Драйв Триер, как бы это ни произносилось, стало ответом разработчиков на усиление конкуренции. Вы снова играете за агента Таннера, но на этот раз игра пытается следовать фирменной формуле открытого мира от Рокстар. Но все, что у нее вышло, так это создать нерабочие миссии, и систему стрельбы, создающую впечатление, что ты вечно промахиваешься. Попытка создать динамический открытый мир, в котором прохожие реалистично реагируют на твои действия, а у машин впечатляющая и реалистичная система получения урона закончилась тем, что технические недостатки проекта возобладали над его техническими достижениями. И в итоге мы получили мир, который создает впечатление, что вот-вот развалится по швам, они выглядят целостным и живым, как воображение разработчиков. Это была десятка из самых пресных открытых миров, которые я видел за всю свою карьеру геймера. Если согласен, ставь палец вверх, а если нет, то пиши в комментариях почему. А если у тебя есть классные примеры заурядных открытых миров в играх, я буду ждать тебя в комментариях со своим сердечком. Ну и конечно же подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, а с вами был Никитун, до скорых встреч в новых видео.